Внедорожников класса, близкому к премию, Discovery уже давно завоевал, ну, пожалуй, одно из высших мест в плане проходимости и внедорожных характеристик, внедорожного потенциала. В плюсах у него, прежде всего, пневматическая подвеска, которая позволяет менять клиренс со 160 до 300 практически миллиметров. Внедорожников, постоянный полный привод, серьезная понижайка в 2,9 к 1, отличная развесовка по осям, тяговитые двигатели, а здесь с 5-литровым мотором, можно сказать, особенно, тяговитые 420 тонн метров, это вам не шутка, особенно с такой понижайкой. Ну и, естественно, геометрическая проходимость. Обратите внимание, какие углы въезда и съезда. Ну, почти что это лидерство в классе. Единственное, что подводит Discovery, это длинная колесная база, поэтому нищего, в общем, бывает и мешает проходимость, особенно на пересеченной местности. Ну, а главным секретным оружием Land Rover Discovery в борьбе с бездорожием была система Terrain Response. Вкупе с очень мощной противобуксовочной системой, все это позволяло Discovery преодолевать те препятствия, которые другим внедорожникам подобного класса были просто не по силам. Но давайте о деталях. Но прежде чем мы углубимся в технические подробности, небольшой совет, чтобы избавиться от снега, который налипает на колесные диски, потом приводит к дисбалансу колес уже на шоссе, чтобы не чистить этот снег, воспользуйтесь обыкновенной ВД-шкой любого производителя и обрызгайте колесные диски изнутри, стараясь при этом, естественно, не попасть на тормозные механизмы. Излишне говорить о том, что резина зимой должна быть зимняя. Дорожный просвет Land Rover Discovery в стандартном положении подвески 185 мм. Буксирная проушина, главная вещь для внедорожника на бездорожье, спрятана вот под этой пластиковой защитой. Она легко снимается с помощью простой монетки. После чего ее можно просто снять. И вот она, буксирная проушина. А у джипа крюки выставлены буквально на показ. Они недвусмысленно говорят о том, что этот джип – это настоящий внедорожник. У джипа тоже пневматическая подвеска, но дорожный просвет у него в нормальном положении 210 мм. Углы въезда, продольная проходимость и съезда у джипа тоже ничего. А сейчас мы померяем, насколько вырастут наши внедорожники, если мы поднимем подвеску в оффроудное положение. Сейчас мы опустили автомобили в самое нижнее положение для погрузки и посадки. Замеряем по центру колеса до уровня колесной арки. У джипа получается 77,5 см. У ленд-ровера 77, а теперь подъем. Даже без измерений видно, насколько выше стали автомобили. У джипа дорожный просвет почти 270 мм. Но все-таки померяем. По центру колеса до уровня колесной арки 89 см. У ленд-ровера 86. Дорожный просвет ленд-ровера в оффроудном положении 245. Приблизительно миллиметров зависит от диаметра колеса. Но у ленд-ровера есть еще одна особенность. Кроме того, что мы можем задать оффроудный уровень подвески, при этом получить все-таки еще и какую-то работу этой самой подвески. Джип остается телегой после этого. У ленд-ровера есть еще два специальных уровня. Если машина застревает, работает противопусловочная система, а она лежит на днище, то подвеска автоматически поднимается еще на 3,5 см. И в этом случае еще не все. Мы можем принудительно поднять еще на 3,5 см, на 7 см выше оффроудного уровня. И тогда дискаре становится непобедимым. Итак, с подвеской мы разобрались. Продолжим о технических особенностях этих автомобилей. У джипа воздухозапорник двигателя расположен, как и положено, под кромкой капота впереди мотора. У ленд-ровера два воздухозапорника, поскольку двигатель V-образный. И оба расположены на крыльях. Задняя буксирная проушина Discovery тоже спрятана под крышкой. Она точно так же снимается с помощью простой монетки. Вот, собственно говоря, и она. Под задним свесом Discovery находится запасное колесо. А у джипа запаски нету вовсе. Нет, не то, чтобы у джипа совсем не было запаски. Просто ее нет под задним свесом. Она в багажнике. А вот буксирная проушина, вот она, открыта. Правда, она закопана немножко глубже, чем у Discovery. И если машина сядет глубоко, придется здесь что-то подрывать, как-то тянуться. Ну, хватит о теории, давайте перейдем к практике. Поедем, покатаемся. И начнем мы вот с этого довольно крутого, скользкого и бугристого спуска. Мы сразу поднимаем джип на второй оффроудный уровень, получая 270 миллиметров клиренса. Спуск бугристый и дополнительные сантиметры и градусы не будут лишними. Новый Грант оснащен системой спуска с холма, которая работает при включении понижающей передачи. Выбираем первую и начинаем спуск. Уже на первых метрах чувствуется специфика калибровки системы помощи спуска джип. Главное в ней то, что автомобиль не просто поддерживает постоянную скорость, но может даже затормозить внедорожник практически до полной остановки без вмешательства водителя. Это происходит на самых сложных участках, в частности, на покрытом чистым льдом бугре, где колеса удержать невозможно. Остановка позволяет скорректировать направление спуска и лишний раз оценить обстановку. Такой алгоритм действия видится мне более удачно в сравнении с лендроверовским. Впереди у нас короткий довольно крутой подъем, который лучше брать с разгона. Особенность трансмиссии джип заключается в том, что если выбрать пониженный ряд, режим драйв не действует, коробка сразу переходит вручной. Подвеска очень уж жесткая в верхнем положении. Опустим на одно деление, получив дорожный просвет 240 миллиметров. А вот у нас участок целины. А какие-то колеи поперек. Ага, вот слегка подзакопались. Но ничего, у нас есть возможность поднять подвеску, сдать назад и ходом проскочить в засадный участок. У джипа Гранд Чироки с мотором 5,7 литра применен полный привод, который имеет фирменное наименование «Квадродрайв 2». По сути, это фулл-тайм с автоматической блокировкой межосевого и заднего межколесного дифференциалов. Им помогает мощная противобуксовочная система, но ее терраинселект забивать не стоит. Система подстраивает степень блокировки дифференциалов, отзывчивость мотора и активность тракшн-контроля. Что в совокупности позволяет с легкостью расправляться даже вот со скользкими подъемами. В общем, джипу можно поставить оценку почти 5, отняв полбала за неинформативное рулевое, что частично можно списать на снег и на отсутствие хода отбоя подвески в максимально высоком положении. А на очереди у нас «Дискавери», который мы пустим по тому же маршруту. Лендровер «Дискавери». Ну, что тут еще говорить про езду по бездорожью? Вроде бы все и так понятно. Ну вот, спуск с холма. «Дискавери» спускается гораздо быстрее и страшнее, чем джип. Он не притормаживает, он просто ездит, стараясь выдерживать, как я уже говорил, постоянную скорость. Не очень ему это удалось, у нас была вторая пониженная передача. Если бы мы ехали на первую, было бы гораздо медленнее, хотя лед все равно не позволил бы сдержать машину. Но есть особенности в управлении интросмиссией Android. Если мы включаем понижающую передачу на Grand Cherokee, у нас пропадает режим «Драйв». На «Дискавери» мы можем ехать как на «Драйве», так и в режиме «Command Shift» на ручном переключении. Вот наша целина, по которой уже проехался джип. Сейчас мы попробуем проехать здесь же. Подвеска в ровный уровень, пониженная передача. «Трайон Респонс» в режиме «Скользкое покрытие». Посмотрим, зацепимся ли мы здесь. Напоминаю, дорожный просвет у нас такой же – 240 мм. Да, задели. А вот и забуксовали, примерно на том же месте, где и джип. Ничего страшного, сдаем назад. И точно так же, включив третью передачу ручного режима, пробиваем этот участочек. Дальше уже движение идет вполне спокойно. Система полного привода немножко отличается у «Дискавери». Во-первых, здесь опциональная блокировка заднего дифференциала, штатная только межосевого. Во-вторых, здесь.